отправляем чонга на поиски завтрака пойдет один юрий улонгу ребят привет вы на канале белка family как вы уже поняли чонг пошел искать еду я осталась чтобы немного поработать над видео которое сняла для вас я подумала что очень мало показываю своей личной жизни обычно все происходит снаружи сегодня я вам немного покажу что обычно я делаю дома перед тем как начинать снимать свои влоги обычно после душа я сижу с тканевой маской на лице и посвящаю время работе и сегодняшний день не будет исключением вот маски я прихватила и скорее мне должно хватить их на все дни которые мы пробудем здесь обычно чонг заказывает их в большом количестве 50 либо 100 штук вот ну и я следовательно пользуюсь ими каждый день с тех пор как прилетела в корею я на самом деле люблю это дело потому что это увлажняет и в то же время бодрит меня с утра а еще и люблю их положить в холодильник и потом холодненькую нанести на лицо это вообще благое дело сейчас я буду странная еще я обычно использую повязку чтобы волосы не лезли не мешали ну что тут скажешь страшная сила в общем я поправилась перед зеркалом все равно отдела повязку потому что волосы лезут вот погнали и Субтитры делал DimaTorzok Чонг купил бутерброды под названием банми Вьетнамцы также предпочитают эти бутерброды на завтрак И сейчас будем пить кокосовый сок Мякоть кокоса здесь очень отличается от мякоти Тех кокосов, которые продают у нас в магазинах Она очень мягкая, сочная, вообще не сухая Мякоть вообще вкусная Такая сладкая И что, давайте попробуем бутерброд Ну что сказать, это вкусное и в принципе ничего странного и особенного я здесь не вижу Сосиски, чувствуется перец Есть помидоры и что-то похожее на кетчуп с майонезом Не знаю, что-то хрустящее, похожее на лук Маринованный и какой-то он перчевый Ну, я либо булочные изделия люблю Поэтому мне вкусно В прошлый раз мы пробовали банми с паштетом Ну, тоже было вкусно А сейчас с колбасой, с сосисками Надо попробовать это вкуснее Очень вкусно Как жаль, что в наших странах такого нету Мне кажется, такой напиток был бы весьма популярен Очень хорошо утоляет зажду 20 тысяч донгов стоит Уходить такой большой При желании еще можно его расколоть и поесть кокосовую мякоть Но у нас ножа нету здесь И поэтому Мы просто дыкимся Вообще, бутерброд банми считается стандартным завтраком для вьетнамцев И казалось бы странно, да? В Вьетнам, Азия кушают хлеб, бутерброды Как-то не по-азиатски совсем Дело в том, что придумали такой завтрак Как раз-таки из-за французов Которые привезли с собой багет и паштет Так что классический банми Это хлеб с паштетом В общем Бери, бери И танцам такое пришлось по вкусу И они просто добавили что-то свое В итоге получился Такой вот бутерброд в банми За весь завтрак, два бутерброда и два кокоса Мы отдали 90 тысяч донгов Чень В общем, считают, что его кокосовый сок Так себе Честно говоря, есть такая небольшая проблема у международных браков Я скажу на своем примере У нас обычно дилемма насчет еды Дело в том, что я люблю хлеб Либо булочные изделия Сэндвичи и все такое И на завтрак я предпочитаю именно это Или же вообще не завтракать А чонг все время хочет рис Либо рисовую лапшу И может ее есть несколько раз в день Мне трудно это есть каждый день Не говоря уже о том, чтобы есть несколько раз в день Вот И поэтому мы договорились, что завтрак сегодня у нас будет хлеб Но на ужин мы все-таки съедим что-нибудь рисовое Есть блюдо пан со Пицца стайл Что-то типа вьетнамской пиццы И он хочет это попробовать Не знаю, найдем мы сегодня или нет Ребят, как вы уже догадались Мы вышли на прогулку А точнее мы решили пройтись по салонам И поспрашивают, сколько стоит окрашивание на мои волосы Но я бы хотела обновить прическу Честно говоря Не представляю, как это будет вообще выглядеть И это немножко рискованно Поэтому мы походим, поспрашиваем Смогут ли они сделать то, что я хочу И сколько это будет стоить Сколько это будет стоить Какая цена? Какая цена? Какая цена? Это максимум Это 2 1,5 миллиона Вы сможете прям сделать плавный переход от корней? Это немного дым И не забывай Нет проблем? Нет Нет Заком Да нет Прик今 КВК? Нужно все кВК В другом салоне было очень много людей, и мы постеснялись туда сходить. Так что пойдем в другой. Ребята сначала сказали, что могут сделать так, как я хочу. А потом, когда я сделала акцент на плавный переход от корней, сказали, что нет. Вот если бы я не уточнила, боюсь, мне бы покрасили прям от корней до кончиков одним равномерным цветом. Вот этого я очень боюсь и не хочу. Я думаю, что эти люди просто не хотят, чтобы я к ним шла. Вы можете сделать такую же прическу, и чтобы был от корней главный переход? Сколько будет стоить? Продолжение следует... Короче, ребят, я не знаю, пожелайте мне удачи. Он, наверное, смотрит на мои волосы и думает, какой это ужас. Мне реально ужасно, я пытаюсь их отрастить, и пора бы уже покрасить. Сейчас так жарко. Мне даже на уши одевают какие-то пакетики. Красить, наверное, буду в четыре руки. Чего он так казался меня ждать? Казал, чтобы я ему написала за 20 минут. Вся процедура должна занять где-то три часа. Мне безумно нравится, когда у меня ковыряются волосы. Я получаю из этого сумасшедшее удовольствие, но я все равно немного нервничаю. Я, если честно, не знаю, что мне наносят на волосы. Во всяком случае, что мне нанесли самое первое, и потом это просушили. Но дело в том, что от этого так жутко срезятся глаза. Это такой сильный запах. Я прям чуть ли не проплакалась. Стараюсь закрывать глаза периодически. Самое забавное, что я не могу даже об этом сказать. Где Россия? Россия? Паш, столбинь. Украина, Украина. Нет, Украина, Луни. Луни. Светлый цвет. Ребята, вы можете чего-то видовать на самом деле? Это плавный переход от корней. Мне кажется, что я делаю прям очень удобно. Это плавный переход просил. Вы его видите? Я не могу. Знаете, я еще надеюсь, потому что, может быть, он просто потом покрасит мне корни в темный. Ну, типа для плавного перехода. Это, конечно, бессмыслится, но надежда умирает последней. Сначала передмахер нанес осветлитель, вроде как, это так называется, на мои натуральные отросшие волосы. Сейчас опять дублируют, растягивают эту краску по кончикам. Очень любопытно то, что здесь смылай голос и лежа. Это, в принципе, неплохо. Удобно. Я готова к дальнейшей процедуре. Не знаю, что будет делать. Я как желток. Надеюсь, этот парень знает, что делает. По идее, сейчас он прокрашивает мне корни. Так, а теперь будем красить волосы по всей длине. Так, мне снова помыли голову. Вероятнее всего, будут сейчас красить. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, ну, что с правдой... Такое, чем парнишка точно обманул. Мы сидели... Мы потеряли на окрашивание не три часа, а где-то больше шести. Все-таки корни он мне не оставил. И не сделал их темнее. Чуть-чуть есть небольшой переход, но это совсем чуть-чуть. Что уж сделаешь. Тут могла быть и ошибка перевода. Поэтому я не могу винить человека за это. Ну, в целом, цвет неплохой. Уже не желтый. Другой вопрос, как быстро отрастут корни, и как быстро я снова пожелтею, это мы узнаем позже. Сервис неплохой. Мне и делали массаж, и наносили кучу разных средств на волосы, шампуги, маски, там, еще он что-то несил, мешал, потом наносил. Мне очень понравилось, что все эти массажные процедуры и мытье головы происходили лежа. Очень неудобно сидеть и отбрасывать голову назад. Очень быстро затекает шея. В данном случае мне было вообще комфортно. Тут только что помахали рукой, но человек не понял, что камера сейчас на меня смотрит. Ну ладно. Как вам, ребят? Моя новая прическа. Вы запомните ее сейчас такой, какая она есть, потому что завтра она не будет такой классной. после того, как я помою голову. Я в этом уверена, потому что я реалист и понимаю, что волосы мои пересушенные. Ну и все такое. Так как уже вечер и время ужина, мы зашли перекусить. Мы заказали десерты. Ну, короче. Это молоко с разными жилеем и штучками. Даже вот это вот черное жиле. Это не чердюка. И чувствуется вкус карабель. Помо. Это не asthma. Вот. Продолжение следует...